Публика присоединилась ко дню памяти жертв ДТП. Во многих городах Коми на пешеходных переходах зажгли свечи. И пока горел зеленый сигнал светофора, запустили в небо черные шары. Виктор Прокушев подробнее. Еще на слуху ДТП с участием 11-летней Насти Чупровой, которое произошло в Оркуте 22 октября. Водитель сбил девочку на пешеходном переходе. Колесо автомобиля проехало прямо по голове девочки. Настю с инавиацией сразу отправили в Сыктывкар, сделали операцию. И теперь школьница идет на поправку. Настя Чупрова. Трагедия, которая объединила не только весь город в Оркуту, но и всю республику. День памяти жертв ДТП в Оркуте провели благотворительный концерт, который собрал немало горожан. Сегодня мы не остались в стороне от этой проблемы и решили помочь девочке. Вместе с моими ребятами, которые занимаются у меня молодежным клубом, решили организовать такой концерт, собрать деньги, чтобы передать нам учение девочке. О днем водители в Оркуты совместно с ГИБДД почтили память пострадавших на дорогах и отпустили в небо 21 шар по числу погибших в Заполярье за последний год. Вуктыл тоже не остался в стороне от акции. Местные фаровцы проехали маршем по улицам города. С января этого года произошло на наших дорогах, по крайней мере, республиканских, вот уже более полутора тысяч ДТП, в которых погибло более ста человек. И этой общественной акцией мы хотим призвать все-таки людей в безопасности, так как каждое третье ДТП не обходится без жертв детей. В Усть-Куломе в роли стражей дорог выступили дети. Они разъясняли прохожим и автолюбителям правила дорожного движения. Был двухдневный слет-семинар, на котором в первый день дети получали различные знания в области правил дорожного движения, составляли разные буклеты, плакаты, призывы к участникам дорожного движения, готовились к проведению данного мероприятия и сегодня уже был финал этого слета. В Сыктывкаре православные священники осветили места, где зарегистрировано наибольшее количество дорожных аварий. Жители Сыктывкара зажгли свечи, а вечером многие водители остановили машины, включили аварийные огни и почтили минутой молчания тех, кто погиб на дорогах. Виктор Прокушев, телеканал Юрген.